Сегодня я буду жарить грибы-шампиньоны с чесночком и петрушкой. В Италии такой метод называется фунги-трифолати. Соль, перчик. Больше ничего не добавляется в это блюдо. Сейчас поджарю сначала немножко чеснок и потом заброшу сюда грибы. Это блюдо готовится на оливковом масле. Грибы я уже подготовила, промыла, просмотрела, почистила где надо. Более крупные я разрезала пополам, а мелкие буду прямо целиком. Чеснок не надо, чтобы он прижаривался слишком. Как только пошел аромат, вот немножечко он начал жариться и сразу же надо забрасывать грибы. Вот так забросила все грибы, перемешиваю. Итак, я их немножко посолила, прикрыла крышкой и они выпустили свою влагу, свой сок. И сейчас они будут тушиться в собственном соку до готовности. В конце я добавлю петрушку и немножко поперчу. Вот и все, это очень простое блюдо, но очень вкусное. Сейчас я добавила петрушку, перемешаю. Все вместе поготовится минутки две еще и все. Блюдо будет готово. Видите, сок почти испарился у них. Если вам нужно, чтобы была какая-то жидкость, типа соуса, то можно добавить немного водички. Но мы любим именно вот так. Водичку не добавляем. Итак, я уже выключила огонь, поперчила их. Сейчас я их просто накрою крышкой, чтобы они настоялись немного, пропитались соками, ароматами чеснока, петрушки, перчика. И все, потом можно подавать на стол. Ну вот и все, блюдо готово. Посмотрите, как оно выглядит. Такие грибочки могут быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к чему-нибудь, к мясу, к рыбке. Они хороши как в холодном виде, так и в горячем. Так можно готовить любые грибы, которые вы находите в супермаркете. Они готовятся очень быстро. Точно так же мы готовим вешенки. Просто объедение. Простой рецепт, казалось бы, но так вкусно. Прелесть. Если будете готовить, приятного вам аппетита. Пишите, как вам понравилось. До свидания всем. И встретимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok